АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я впервые расскажу историю, которая не связана с путешествием героя или с драматургией. Я расскажу историю про себя. И я думаю, я имею на это право. Моя жизнь — это встречи с тысячами человек в год. Все они приходят за видео различных форматов. Кто-то хочет рекламу, кто-то хочет частное видео, кто-то хочет снять фильм. Но так или иначе, все они не только хотят показаться миру лучшей стороной, но и стесняются чего-то в себе. Почти все мы боимся показать миру какие-то свои черты, которые считаем себе несовершенными. На этом построено большинство социальных сетей и очень много индустрии в нашем мире. Согласитесь, у вас вряд ли где-то выложены фотографии с вашего разрешения, которые вам не нравятся. Мы все хотим, чтобы мир не видел того, чем мы недовольны в себе. Я не исключение. Вот это фотографии из моих социальных сетей. На них абсолютно не видно того, чего я в себе стесняюсь. На них не видно лишнего веса. На них не видно небольшого роста. На них не видно асимметричных черт лица. Но еще на них не видно самого главного моего страха. На них не видно, что я родилась с неполным комплектом костей, и одна моя нога короче другой на 30 сантиметров. И это не смогла исправить ни одна из трех операций. Но это не мотивирующая история, потому что я говорю сейчас об этом в первый раз. Мне страшно признаваться в этом миру. Но это такой небольшой эксперимент, потому что я знаю, очень многим людям страшно признаваться миру в своих недостатках. Страшно, что мир в ответ ударит или укусит. Мне повезло, у меня ситуация довольно очевидная, поэтому не говорить об этом на самом деле столько лет было немножко странным. Но дело в том, что я очень надеюсь, что моя история довольно типична, просто чуть-чуть более сконцентрирована. Хотя началась она, конечно, не совсем обычным образом. В далеком 1986 году моим родителям предстояло сделать два сложных выбора. Первый выбор был довольно нетипичным выбором для родителей, потому что им предложили не забирать меня из роддома, забыть это всё как страшный сон и родить себе нормального ребёнка. Второй выбор был тоже довольно нетипичным. Это был выбор взять меня и растить меня нормальной, просто обычной девочкой. Многие подумают, что, наверное, это почти невозможно, что есть же общество, есть же злые дети. Но это неправда. Дети не злые. У детей абсолютно расширенные границы нормальности. И у каждого из нас в детстве абсолютно нормальным было явление дружить с воображаемым, говорящим единорогом. Поэтому мое детство прошло обычным. Это не было борьбой. Это не было особенной историей, потому что я не знала, что мне нужно с чем-то бороться. Я просто жила, я просто хотела, чтобы мне что-то поправили с ногами, потому что так будет быстрее собираться в школу. И можно будет поспать на 10 минут подольше с утра. На дереве в нашем дворе, где играла наша компания, моя ветка была самой верхней, просто потому что я была самая младшая. Мир не давал мне ни намека на то, что со мной что-то не так. И я была уверена, что просто правильно подобранная одежда все это скрывает. Пока однажды в юности я не увидела себя на видео. Впервые в жизни. Я, очевидно, хромала. И, видимо, хромала всю жизнь. Ко всем подростковым страхам примешался еще один очень большой и очень-очень страшный. Он звучал так. «А достойна ли я того, что я успела себе намечтать?» Я стала искать ответы в окружающем мире. Я видела очень много ответов в духе «Не лезь туда, где тебе не по плечу». «Не делай того, с чем ты не справишься». «Трезво оценивай свои возможности». И чаще всего после всего этого добавлялась фраза. «Мы не нужны миру. Мы должны держаться вместе». Потому что именно эту фразу я слышала и эту постановку вопроса я слышала от людей, которые тоже загнаны в какие-то условия, скажем так, недоукомплектованы физически. В больницах, в фондах для инвалидов. Хотя я ненавижу это слово и до сих пор с трудом выговариваю относительно себя в особенности. Самое удивительное, что я почти поддалась на всё это, пока однажды не обратила внимание на одну маленькую деталь. Внешний мир никогда не говорил мне ничего подобного. Не было ни одной фразы «Ты не нужна нам, уходи отсюда». Были только «Мы не нужны миру, иди к нам». Позже я стала задумываться ещё об одной интересной детали. Согласитесь, странно вступать в какие-то сообщества и закрытые организации с людьми только из-за каких-то физических признаков. Потому что, например, к 18 годам я поняла, что мой рост не перешагнёт за метр пятьдесят шесть. И, скорее всего, мне с этим придётся жить. Но, однако, никто никогда не подходил ко мне и не говорил «Хм, давай-ка создадим общество, в котором мы будем вместе переживать о том, что в магазинах к нам такое неуважение». Эти безумно длинные брюки, общественный транспорт, вот эти безумно высокие поручни. А супермаркеты? Они не оборудованы для людей с нашими физическими особенностями. Ни одной стремянки, чтобы залезть на верхнюю полку. Согласитесь, это немножко странно. Я даже позволила себе купить холодильник высотой в два метра, и никто ни разу в жизни не сказал мне «Смотрите, какая молодец!» Она справляется. Хотя на верхнюю полку продукты ей приходится буквально закидывать, а не спокойно класть. Когда пришло осознание всех этих вещей, страх того, что что-то может не получиться из-за того, что со мной что-то не так, и что мир плюнет в меня в ответ, ушел. Остался только маленький его хвостик, связанный с тем, из-за чего мы все хотим казаться лучше. С любовью. С любовью, которую мы считаем все, что нужно почему-то заслужить, и которая достается только тем, кто безупречен. Я очень боялась этой мысли, потому что я понимала внутри себя, что мне самой еще ни разу не понравился хромой парень. И это было так сложно, пока в моей жизни не появился он. Один-единственный человек, но это не романтическая история, вы его тоже прекрасно знаете, его зовут Грегори Хаус. Это замечательный, мерзкий, саркастичный, очень вредный человек, который к тому же был и хромым. И когда я поняла, что весь мир в него влюблен, и что мне самой он безумно импонирует, и вот это к тому же хромым стоит настолько в конце перечисления всех его качеств, что это не важно, оно есть. Это не то, чтобы все в голове, но просто это к этому моменту уже не важно. Мой страх начал проходить. Он отступал постепенно, шаг за шагом. После этого прошло примерно 10 или 15 лет. Я сейчас точно даже не скажу. И за эти 15 лет я поняла, что у моих родителей план вырастить обычную девочку вполне себе удался. У меня очень интересная карьера в сфере, в которой поразительна, но важна внешность. У меня отличные друзья, у меня любимый прекрасный муж. И моя жизнь в какие-то моменты обычная, в какие-то моменты необычные. Но я думаю, это не только моя история, я думаю, так происходит со всеми. Однажды я набила себе татуировку, и самой большой победой внутри меня в какой-то период стали звучать слова людей, которые подходили и говорили, знаешь, твоя татуировка в старости будет делать себя не очень привлекательной физически. Я ликовала. Я ликовала искренне, потому что, серьезно, татуировка, вы уверены, что это будет дело именно в татуировке? Класс! Все сложилось и все вышло. Когда все это произошло, сложилось, и страх почти ушел полностью, я решила добить его окончательно. Потому что за эти годы, я знаю, мир начинается за пределами страха. За пределами страха, который на самом деле не обоснован ничем, кроме какого-то ложного впечатления о том, что мир злой, мир накинется на любой изъян и ударит в него побольнее. Просто, наверное, стоит понять одну простую мысль, что наши недостатки это не то, что нас определяет. Это не значит, что с ними не надо бороться. Это не значит, что надо расслабиться и не обращая внимания на них жить. Но просто нужно смещать фокус. Нужно смещать фокус с них из того, что якобы мешает нам быть счастливыми на то, что такое счастье и как нам самим к нему прийти. Да, это безумно страшно делать. Да, стоя сейчас перед вами, я реально это делаю в первый раз. Я реально в первый раз об этом говорю. Я не знаю, что произойдет после того, как я вышла на сцену ТЭД именно с этими мыслями, а не с какой-то профессиональной красивой историей о том, что путешествие героя — это то, что ведет его к конечной цели и эта цель должна работать на все, что он делает. Мне на самом деле страшно. Я не знаю, что будет дальше, но я знаю одно — оно того стоит. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ